Всем привет! Сегодня утром меня заблокировали в инстаграм, и сегодня мы поговорим с вами именно об этом, потому что для меня это достаточно большая часть жизни, все мои фотографии внутри моего инстаграма, все мои переписки, все мои друзья внутри моего инстаграма, и вся моя фан-база внутри моего инстаграма. То есть все тысячи людей, там 50-60 тысяч людей, которые смотрят мои сторис, остались только там, соответственно, меня просто больше... у меня больше всего этого просто походу нет. Сейчас хейтеры будут очень сильно радоваться и будут счастливы, что со мной происходят такие вещи, что у меня украли телефон в Лондоне, я научился благодаря этому легко отпускать, как будто бы... У меня уже новый телефон, конечно же. То есть у этой истории две стороны, о которых мы сегодня поговорим, и в первую очередь я хотел бы вас попросить кое-что сделать. Внизу есть ссылка. Ссылка на текстовый файл, просто откройте этот текстовый файл, скопируйте, пожалуйста, весь этот текст, и только вы можете мне помочь вернуть инстаграм, те, кто меня реально любит, просто скопируйте этот текст, и, пожалуйста, зайдите вот сюда, в инстаграме, помощь, и потом сообщить о проблеме. И пришлите, пожалуйста, вот туда этот текст. Я вас очень прошу, потому что это единственное, что можно сделать в течение 30 дней, писать как можно больше в поддержку. Связей у меня в инстаграме, конечно же, нету, хотя были в Лос-Анджелесе, когда мне ставили галочку. Я написал этим ребятам, но я не знаю, они за это время уже, может, что угодно могло с ними произойти, что угодно могло случиться. Отдавать 75 или там 100 или 50 тысяч за восстановление инстаграма, я знаю, что это развод, и как-то стрёмно, потому что у людей такие же возможности явно, как и у меня. То есть мне нужно писать будет в поддержку только. Это единственное, что я могу сделать. И вы мне можете безумно в этом помочь, если всё получится. Это будет очень круто, я продолжу делать туда контент, потому что сейчас я на грани того, чтобы вообще уйти из интернета после этой ситуации. Я думаю, это не будет круто. В общем, я погрустил на эту тему, но я также с холодной головой понимаю, конечно же, даже не буду сейчас говорить уже про вторую часть, с другой стороны, это хорошо. Почему это хорошо? Потому что это, на самом деле, в первую очередь очень грустно. Это, в первую очередь, очень тяжело осознать. Это, в первую очередь, очень, ну, прискорбно даже, я бы сказал, потому что потерять 70-100 тысяч активных своих зрителей, это очень грустно. Потерять ленту, все воспоминания, это очень грустно. Но, с другой стороны, то, что вот у меня собака, она сгрызла мои самые любимые все вещи. Кстати, по собаке тоже есть апдейт, я думаю, он вам не понравится. Но это в другом видео. Я научился более легко отпускать вещи, вот. И так же случилось, когда у меня украли в Лондоне 120 тысяч фоток и видео, которые невозможно было восстановить. Я тоже как-то легко отпускаю вещи, хоть это и было очень грустно, плохо. Но потом, по итогу, я научился это все отпускать, я так понимаю. Потому что сейчас у меня любимые вещи, ну, в принципе, ладно, что уже сделаешь. Там у меня стиральная машинка с сушкой, дорогая. И эта сушка постоянно портит вещи. То есть испортила любимые зеленые салатовые кроссовки, про которых даже есть в моей книге. Кстати, я теперь не знаю самый ужас, почему, в чем ужас моей блокировки в Инстаграм. Это потому что теперь я не знаю, как промутировать свою книгу и дать понять людям, что она вышла, и она сейчас продается в магазинах. Сотни людей вот присылают мне фотографии с книгой, ее раскупают просто как пирожки. И вообще непонятно... Ну, ее еще надо, в общем, найти, если ее не раскупили, потому что раскупают очень быстро. Моя книга «Секс-зависимость» про мои годы тусовок, про мой внутренний мир, про секс, про вещества, про то, как мне было тяжело, про Лос-Анджелес, про то, как я начинал свою блогерскую деятельность. Она сейчас продается во всех магазинах. Это магазины «Читай город», «Лабиринт», «Бук-24», «Буквоед». И советую вам смотреть на сайте наличие в определенных магазинах, либо же сделать заказ, и вам за один день привезут ее в магазин. Если вы из других городов, ждите, если она еще не пришла к вам в город, но книга разлетается очень быстро. Их всего 5000 штук, этих книг, и уже 1 четвертая часть или 1 пятая, ну, в общем, уже большая часть достаточно, она продана. И это только начало. По-моему, 1... 2 пятых продана, вот, 2 пятых. То есть осталось всего 3000 книг. И это только первые 2 недели продаж. Поэтому успейте ее приобрести. Вот. И у меня есть, конечно... Я не буду создавать новый Инстаграм как основной, это 100%. За что меня заблокировали? У меня была сториз недавно, которую я снимал, где я говорю, что я употребляю, как бы, что мне плохо, и мне нужна помощь. На данный момент я 15 дней полных трезвый. В трезвости я прошел курс детоксикации. Я сейчас в рехабе учусь, делаю самоанализ каждый день. Это как группа анонимных наркоманов, только я это делаю немножко, ну, без группы пока что, а сам. Вот. И мне это очень нравится. Я 15 дней трезвый. Несмотря на то, что сегодня произошла эта ужасная ситуация с Инстаграмом, я не собираюсь срываться. И раньше я бы сорвался первым делом глушить всю эту внутреннюю боль ужасную. Первым делом понесся бы употреблять. Но сейчас я держусь. Я понимаю, что моя жизнь не так разъебана, как блядь, в данный момент, потому что я не умею зарабатывать деньги. И тут у меня зарабатывают, забирают Инстаграм. То есть я могу всегда пойти на работу какую-то. Это вообще отдельный топик. Но мне нравится только зарабатывать деньги, только если это будет режиссура. А в этом вообще мне нужно будет делать бэйби-шаги. Я вообще в этом ничего не понимаю. В плане, как искать заказы. Но это все бы еще учиться мне еще в эту сторону. Это музыка. Я сейчас запускаю свою музыкальную группу. Но это для творчества, да. Это вот все, что я долгое время хотел выложить. Это вот эта музыкальная группа. Сразу скажу, уже могу сказать название. Группа будет называться Турбопластик. И вы можете подписаться. У меня пока нет Инстаграма, его не будет. Но у нас есть Инстаграм нашей музыкальной группы. Можете пока кинуть заявку сюда, потому что мы через неделю выпускаем наш первый сингл. Через две недели выпускаем наш первый сингл. И к сентябрю, к первому сентября выйдет весь альбом. У нас будут выступления. И я вам буду рассказывать про группу. У нас будет клип. Кавер мы сняли. В общем, мы очень долго работали над тем, чтобы это запустить. Поэтому можете подписаться вот сюда на резервный инст. Это будет единственный мой инст, если что. За что меня заблокировали? За то, что... Причем в данный день, да, в день блокировки у меня не было никаких предупреждений. Но тут и там были какие-то предупреждения из серии. Было видео с Аленой Пескун, когда мы снимали. Мы просто рядом с Аленой Пескун сняли сториз. И эту сториз ударили из-за травлю. Непонятно почему. Просто потому, что она слишком ярко выглядела. Дальше. У меня была фотка с серфом, которая на аватарке у меня ВКонтакте. Я, кстати, сейчас опять буду активно ВКонтакте сидеть. Там музыку будем вместе все слушать. Пожалуйста, поддержите меня и отправьте это сообщение в поддержку. Я вас очень прошу. Потому, что для меня это на самом деле очень грустно. Я 9-10 лет сколько в этом инстаграме сижу. И все эти фотки у меня же очень крутые фотки. Для меня это визитная карточка как в эскорте, так и везде. А тут у меня получается все забрали. Но у этого есть, представляете, даже и другая сторона интересная. В общем, моя жизнь разъебана как блядь. И вот в трезвости это все очень сильно начинаешь понимать. Вот, потому что глушить все наркотиками раз в неделю. Это очень, конечно, все глушится, да. Но потом все еще хуже. Но потом ты опять глушишь. Получается, что ты уже живешь по большей степени. Больше всего живешь не в реальности. Ты живешь в наркотическом угаре. И поэтому твоя жизнь, она для тебя как бы... Она обезболена. И ты живешь в фейковой жизни. Это все глушится. Но сейчас я напрямую смотрю просто трезвым взглядом. Трезвым взглядом на свою жизнь. И она не очень такая интересная. Потому что у меня заблокировали Инстаграм. Я не умею зарабатывать деньги. И не хочу идти работать. Это 100%. Я улетаю в Дубай через две недели. Потому что мне нужны деньги. Я не знаю, насколько надо быть тупым, чтобы ничего не придумать. Но вот у меня я не умею зарабатывать деньги, честно. Они всегда приходили ко мне с детства самого очень легко. И доставались мне очень легко из воздуха. И поэтому меня никто не учил, когда я зарабатывал миллионы, зарабатывать деньги. Вот. Но работать я точно не буду. Вот. У меня был план снимать OnlyFans контент в Инстаграм и везде. Но, опять же, таки, все накрылось медной пиздой. Из-за того, что, собственно, у меня заблокировали Инстаграм. Это очень, на самом деле, грустно. За что меня заблокировали еще? Было сториз, где я выкладываю про то, что у меня... Ну, я, как бы, там писал, что я покупаю 86 грамм за ночь. Что мне очень плохо. Что я сижу на лирике. На стоп-тусовке есть видео про это все. Я не стал сюда грузить. Потому что здесь люди, которые не знают ничего про зависимость есть. и которым это не надо слышать. Вот. На канале стоп-тусовка есть все про этот видос. Потому что люди, которые некомпетентны в том, они даже не знают, что такое, когда тебя ебет твоя зависимость. Вот. Но я решил честно, искренне вам все рассказывать. Трезвый 15 дней. Чтобы ничего не скрывать. И... Также, опять же, такие, конечно же, комментарии. Мне не нужны людей, которые не знают, что такое зависимость. И я на том уровне уже, когда мне самому надо об этом лучше честно говорить. Потому что я на той стороне себя, которая хочет это победить. А не на той стороне, которая кормится животным кайфом и хочет продолжать это делать. Я уже на той стороне, на той лодке, когда я хочу это победить. Я это осознаю. И мне больше всего на свете нужно это победить. Поэтому я на своей стороне, а не на стороне того, кто скрыто будет продолжать это делать. Несмотря на то, что это больно признать, что я там не ваш идеал, не идеальный мальчик. Зато у меня появилось, конечно, много времени. Будет больше времени снимать на YouTube. Несмотря на просмотры, несмотря на то, что... Ну и с этим VPN меньше надо ебаться. Но давайте я расскажу сначала, за что меня заблокировали. Меня заблокировали еще за... У меня были еще предупреждения, вот когда я выложил сторис про себя, про то, что мне нужен рехаб, что мне нужна помощь, то, что у меня нет денег на капельницы, то, что мне очень страшно и плохо. И ведь реально это все так и было. Но Instagram заблокировал эти сторис, как будто я покупаю и продаю наркотики онлайн. То есть вот такая вот ситуация. Потом я вот в этом сообщении, которое вам нужно отправить в поддержку, все это пишу. Потом дальше фотка своей задницы. Я выложил фитнес-контент своей жопы. Очень непонятная история, потому что есть профили у пацанов, где они просто... У них вся лента в их задницах. Их не блокируют. Есть даже девочка Джилл Харденер. У нее вообще пиздец. У нее видно соски везде, у нее видно сиськи везде. И ее не блокируют. То есть за мужскую задницу, где там, знаете, у озера стоят вот задницей, за мужскую задницу обычно не блокируют, как бы. А тут меня просто удалили этот фитнес-контент. И это добило. Вот этот серф и этот фитнес-контент. И, видимо, уже все. Аккаунт. Очень много было предупреждений. И это очень, конечно, печально, страшно. И я в ужасе, потому что вся моя жизнь там, все мои фотки там. Я в этом обращении, которое вам нужно отправить, пишу очень много личных вещей. Опять же такие, чтобы задеть их чувства, да, и мне очень нужно, чтобы вы именно это отправили. Там я пишу, разблокируйте моего друга, и вот сообщение от него. Пожалуйста, отправьте. Надеюсь, это поможет. Я не знаю. Но я готовлюсь к худшему. И понимаю, что меня в Инстаграме больше не будет, кроме как моей музыкальной группы. Больше соцсетей у меня нет, кроме ВКонтакте и Ютуба. И мой твиттер. Я продал свой твиттер. Мне написал, чувак, купить мой твиттер. Они купили мой твиттер за 120 тысяч, чтобы я мог оплатить себе капельницы. И, в принципе, мне это очень сильно помогло. И вообще очень сильно помогло. Дальше. Вот такая у меня разъебанная жизнь. Но мне кажется, что я начну больше делиться всем зато на Ютубе. Вот. Потому что время есть, настроение и состояние есть. Вот. Чтобы это делать. Причем одним кадром, как вы заметили. Дальше. Просыпаюсь, меня заблокировали. Мне не приходит код, когда я пытаюсь зарегистрироваться по своему имени, чтобы зайти, подтвердить свою личность. Поэтому я не могу отправлять заявки в формы определенные, в которых форма деактивированного аккаунта. То есть туда я не могу ничего отправить, потому что написано подтвердить сначала, что это вы. А подтвердить я не могу. Не приходит смс, не приходит имейл, ничего не приходит. В общем, скорее всего, все печально. От этого очень грустно. Очень, на самом деле, это херово. Но теперь поговорим о хороших сторонах, потому что во всем нужно искать хорошие. Конечно же, у меня не останется связи со всеми этими людьми. У меня это была единственная платформа, где на меня были подписаны тысячи иностранных со всего мира людей, которые никогда меня больше не найдут, даже если я создам новый аккаунт. То есть я просто потерял сотни тысяч лайков, миллионы лайков, тысячи зрителей со всего мира. У меня из Аргентины, из Новой Зеландии, из Америки. Пацаны все были на меня подписаны. Ждали мой онлифанс. Понимаете, какой для меня это трэш? То есть, получается, 370 тысяч подписчиков ни разу их не накручивал, но уже за 10 лет уже они половину мертвые стали, какие-то еще. Но основная аудитория 60-70 тысяч, которые смотрели мои сторис, просто пропала. Поэтому, пожалуйста, напишите это обращение в инст. И кто знает, что делать, напишите мне. Но я вообще, если честно, в ужасе. И я думаю, что меня ничего не восстановит. Вот, хотя у меня и галочка была, и все. Вот, и теперь хорошая сторона этого всего. Хотя это очень странно говорить о хорошей стороне. Я вообще, в принципе, к инстаграму отношусь ужасно. Он меня давно заебал, но это была моя работа. Мне не нравится формат сторис абсолютно. Сидеть там и выкладывать всю свою жизнь вот в эти сторис, это абсолютно для меня ужасно. Я ненавижу скроллить вот эти ленты и смотреть эти рилсы. Для меня это вообще... То есть у идеальной версии меня инстаграма не должно быть. То есть ко мне подойдут люди на улице, там или где-то познакомились. Я... What's your instagram? И мне всегда хотелось говорить, у меня нет инстаграма. И на подсознательном уровне я всегда хотел именно жизнь без инстаграма. То есть мне он не нравится. И когда он появился, он как бы сожрал всю мою... Всю мою творческую часть, потому что я ушел с ютуба, с вконтакте, отовсюду, лишь бы там красивенько все выкладывать. То есть у меня сожралась просто огромная часть меня, и все началось быть только в инстаграме. А ведь это энергия, чтобы эти сторис выложить все. Но смысла в этом мало, в этих сторисах. В общем, такая вот себе история. Почему еще это хорошо? Больше свободного времени нету вот этого мозгосерства, которое в инстаграме, когда сидишь. Честно, это очень грустно все. Очень грустно и печально, потому что я не знаю, что я дальше буду вообще в жизни в этой делать. В режиссуру там пробовать, я не знаю. Или дальше лежать, нихуя не делать. Вот, ну, сейчас улечу в дубай, через две недели надо заработать денег каких-то. Бля, это очень, очень такое, конечно, откровенное, что я это говорю, но надо что-то делать срочно со своей жизнью. Потому что у меня еще и на пластика, через 9 месяцев мне нужно на нее заработать денег. В общем, это пиздец. Я не знаю, надеюсь, что-то придумаю, а не просто проведу все это время опять-таки в ломах, типа, непонятно, чем заниматься, как это делать, где брать на это силы и там все такое. Я, конечно, понятное дело только восстанавливаюсь сейчас от наркоты и еще рано там как бы скакать и все такое, но на самом деле я вообще не понимаю, что делать. Абсолютно. То есть моя жизнь разъебана просто как глядь. Вот, плюс этот инстаграм, он, в принципе, для меня... Ну, я не люблю инстаграм, я не люблю показывать, что я, где я, что я. Вот в этих сторисах меня от этого тошнит. Я ненавижу это делать на бессознательном уровне. Я не хочу все эти люди, там было сотни людей из шоу-бизнеса, мирового контактов на меня подписаны, сотни звезд, артистов. Но когда выходишь из этого, ты понимаешь, что там какая-то бесконечная гонка за тщеславием, конечно же, понтами, какая у тебя красивая жизнь. А сейчас я понимаю, что мне даже фоткаться не нужно, и у меня нет инстаграма, и фоткать ничего не нужно, и не нужно все это показывать какой-то крутой, но непонятно, куда выставлять свой фитнес-контент, как свой онлифанс, там, этот теперь заводить в будущем, и что вообще будет. Но я еще далек от своего, конечно, идеального, идеальной формы. Это еще надо год-два, чтобы прошел, не знаю, или на пластику надо заработать денег, и тогда я буду той версией себя, которая, может быть, даже готова будет инст завести. Возможно, это будет только для близких друзей, там, пара человек. Но мне все равно все-таки не нужно, это забирает кучу времени. Это дает тебе невроз определенный, потому что, ну, это прям психопатическая какая-то история, когда ты скроллишь и видишь эту херню. Особенно вот эта песня Running Up That Hill. Меня от нее так тошнило уже, я просто все ненавидел. Вот. Так что я сейчас не знаю вообще, что делать, и что происходит в моей жизни абсолютно. Но вот такая вот история. Да, сейчас у меня фокусная книга. Покупайте книгу, пока она есть. Это я больше всего на свете горжусь этой книгой. Вот. Честно скажу, 288 страниц написал сам. Плюс буду сейчас в музыку, заниматься музыкой, несмотря ни на что. Надеюсь, вы напишите, сообщите проблеме в инст вот это сообщение. Не знаю, что будет дальше с моей жизнью. Буду ли я вообще делиться в Инстаграме, ой, буду ли я делиться в Интернете дальше с вами. Я вас очень сильно люблю, несмотря на то, что здесь, конечно же, никого уже особо нету. И все были в моем Инстаграме. И это очень грустно, печально. И, сука, очень обидно. Очень обидно. Это очень обидно. Но надеюсь, вы отправите это сообщение. Спасибо всем, кто это сделает. Честно. Это не сложно, но может помочь. Спасибо вам всем. Еще к русским же относятся не очень. Я думаю, хер, конечно, мне все это восстановит. Я вас очень сильно люблю. Видос одним кадром для вас. Его даже не нужно монтировать. Это круто. Я вас люблю. Не знаю, что будет дальше. Но, может быть, буду больше сейчас снимать на YouTube. Но, конечно же, мне неинтересно уже снимать. Это такой трэш-формат. Не знаю. Особенно, когда ты протрезвеешь. Ты уже думаешь, зачем тебе этот трэш снимать. Не знаю. То есть у меня такое очень сильное дно сейчас в жизни. Такое дно, которое даже сильнее, как будто бы, чем дно, когда я был в наркотиках. Хотя это точно не так. Потому что ты себя чувствуешь плохо. А здесь хотя бы я себя чувствую нормально. Вот. Не знаю, что такое происходит, короче, у меня. Но я вас люблю.